здравствуйте у нас сегодня передача о том что делает нашу жизнь яркой и красивой окрасках вот это вообще на самом деле очень такой тихо высокотехнологические наукоемкий продукт лакокрасочная промышленность такая есть и наука вокруг нее большая кормится и используя кормится пойдемте посмотрим я привык в домашнем хозяйстве пользоваться жидкой краской а вот это вот новые можно сказать веяния порошковая краска сухой порошочек которым красят поверхности этим делом занимается специалист сейчас мы с ним посоветуемся тимур нариславович вот вы мне объясните пожалуйста как же можно покрасить порошковой краской сухим порошком процесс окрашивания происходит действительно порошком это мелкодисперсный порошок цветной можно видеть что красный коричневый синий порошок наносится в электростатическом поле посредством распылителя специального на металлическое изделие возникает заряд таким образом порошок прилипает равномерно затем изделие помещается печь подтверждение печь полимеризации так называемых выдерживается при определенной температуре определенное время допустим 200 градусов 10 минут и покрытие сформировано а вот эти частички краски они при большой температуре друг другом слипаются за счет полимеризации да совершенно верно краска термореактивная происходит расплавление и происходит реакция внутри и какие же температуры потом выдерживает в процессе эксплуатации процессе эксплуатации не рекомендуется эксплуатировать окрашенные изделия скажем выше 100 градусов по цельсию но это очень большая температура то все грубо говоря можно покрасить чайник такой краской нет чайник электрический электрический можно можно да а огонь не ставит да да который стоит на огне конечно не покрасить а как он держит ультрафиолет вот солнечная радиация открытая окрашенная поверхность типа окна переплеты окон здесь существует разновидности красок например полиэфирные краски атмосферостойки архитектурные они как раз для этой цели для окрашивания окон сайдинга металл сайдинга тоже право черепицы да совершенно верно металлические изделия окрашиваться порошком в заданный цвет значит основа там светостойкой атмосферостойкой смола полиэфирная и светостойки атмосферостойки пигменты вообще вот для меня для такого домашнего маляра вообще небольшое открытие я знаю я вот знал только одну светостойкую краску это значит были цинковые белила потом еще титановые появились но они вроде как то вот как не очень но это такое предубеждение было а вот цветная краска что была еще стойкой к излучению всегда деревянный дом постепенно выгорал так сказать на солнце краска вот меняла цвета у вас я так понял это вот стабильно там что какие-то так сказать минеральные красители дают этого цвета потому что органика должна разваливаться под действием ультрафиолета или нет есть и органические неорганические пигменты здесь именно пигменты не красители пигменты равномерно распределенные в структуре краски само так поэтому в общем то это новые технологии скажем так за рубежом они уже не новые давно на российском рынке они порядка наверное 20 лет присутствуют ежегодно все это развивается совершенствуется совершенствуется смолы на основе которых готовятся краски добавки модифицирующие поверхность добавки светостойкость пигментов спектр пигментов увеличивается яркость рассыщенность сейчас я попытаюсь вам взять зачет как я все правильно понял значит в обычной жидкой краски частички пигмента взвешены в связующем в этом самом то сказать масле которая высыхает а здесь частички пигмента находится внутри вот этих вот кусочков твердого связующего порошка этот порошок после того как он наносит на поверхность прогревается и они спекаются друг с другом все частички частички полимера вот внутри которого вот находится частичка раз правильно наполнители и пигменты также как жидкой краски взвешены в твердом связующем и размолотых порошок ага вот твердом связи но здесь также при полимеризации происходит реакция краска термореактивная происходит реакция полимеризации и возникает сильнейшая адгезия к металлу эта краска если даже металл сгибать она как правило не трескается не отлетает то есть это очень много усилий надо предложить сохранять пластичность да очень гибкая пластичная краска вот сейчас и попробуем провести испытание поверхности окрашенной порошковой краской отскочит или не отскочит если бы это было покрашено краской масляной наверняка бы она начала сыпься и так начинаем испытания внимание и это ничего не отскакивает мы сейчас его в разных направлениях будем гнуть ничего не отскакивает как как будто это просто вот целиковый металл вот такого цвета на самом деле конечно эта краска на металле я потрясен отдельный слой счет вы занимаетесь композициями полимеров и воды краска такая полимерной с водой вот у меня такое впечатление вот осталось в жизни если смешать случайно полимерную краску то есть масляную с водой ничего хорошего не получится а у вас как раз такая ввода полимерной композиции настоящий момент на рынке в целом в мире ситуация меняется в сторону использования лакокрасочных материалов не на органической основе поскольку там содержится летучие компоненты которые вредно их надо снижать и прочее а идет значит движение сторону производства лакокрасочных материалов на водных основах вот именно такие водные основы такой сырье для производства красных материалов воду эмульсионная краска совершенно верно совершенно верно так спектр этих материалов очень большой если раньше потребителя это была ассоциация с покрытием для у для стен для потолков в настоящий момент это замечательная антикоррозионные материалы специальные лаки и много-много других материалов а как же они вот эти частички эмульсии вот этой вот слипаются и полимеризуются до вся основа значит лакокрасочных материалов это в том что в них содержится пленкообразователь только если органа содержащих лакокрасочных материалов это какие-то там алкиды какие-то смолы да то в качестве пленкообразователя водоэксперсионных материалов выступает полимерная композиция в данном случае допустим мы выпускаем стирол акриловые с полимерные с винила цвета там винил вирсота там композиции они таким же образом как и в органа растворимых соединениях точно также образуется пленка механизм например на одинаков это бисер видите помните такой сшитый бисером сапожки узкие не мечите бисер там перед тем как а вот это называется технический бисер сейчас мы знаем что за штука такая илья игоревич вот для чего нужен технический бисер технический бисер бывает нескольких видов настоящий момент у нас представленная на демонстрационных материалах стеклянный бисер и керамический бисер также мы можем предложить стеклокерамический бисер основная задача данного материала измельчение различных пигментов для производства в основном лакокрасочных продуктов бисерных мельниц используют в шаровых мельницах вы знаете шаровые мельницы это несколько другое оборудование мы сейчас говорим о бисерных мельницах то есть принцип действия один и тот же фактически но бисерные мельницы они более маленького размера и дают более тонкую дисперсность на выходе продукта и соответственно применяется бисер гораздо меньшего диаметра чем шаровых мельницах если мы говорим о меньших телах шаровых мельницах там используются шары из различных материалов сталь керамика стекло и так далее чугун даже а для чего а что же размалывают у вас пигменты да в основном это диоксид титана если мы говорим о лакокрасочном производстве с различными добавками другими пигментами органическими неорганическими пигменты могут быть различных видов в зависимости от конкретной задачи перед конкретным готовым продукт то есть это для размалывания пигментов да из то из чего изготавливать скажем титановые белила да совершенно верно не только титановые белила но и всевозможные алкидные краски алкидные эмали все что связано с работой на бисерных мельниц а этот бисер потихонечку изнашивается наверное и вот эти частички стекла добавляются еще и в краску да вы знаете что касается нашего материала процент износа минимален бывает да действительно сталкивается производитель лакокрасочных материалов с такой проблемой по намолу бывает что попадает готовый продукт но для этого существуют специальные системы фильтрации если качественное диспергирующее оборудование этого не происходит тем более если вы будете использовать непосредственно мельчие тела силе биц технический бисер из стекла или из керамики либо стекло керамически этой проблемы у вас никогда не будет ага а вот тут у вас впереди лежат блестки и что получили вот на такой вот пускать бисерной мельнице да нет дело в том что это совершенно другой продукт совершенно другая отрасль это полиэтилен терифталат блестки профессионально называется глиттер они бывают различного вида применяются в достаточно широких в широком спектре отраслей промышленности это и косметика это обойное производство пластмассы то есть любые поверхности которые необходимо декорировать по вашему усмотрению мы можем предложить различные цветовые решения различные пленки полиэтилен терифталат это наиболее распространенное бывает устойчивые неустойчивые или поверь относительно устойчивая к растворителям это ацетон различные агрессивные среды бывает алюминиевая пленочка то есть тут достаточно достаточно большой спектр применения в зависимости от тех конкретных задач по декорированию которые вы ставите перед собой если добавить штукатурку то она в лучах прожекторов будет так вот блестеть да будет очень красиво очень красиво как будто из диночки такие да совершенно верно это как драгоценный камни возможно такие а раньше по моему используют для этих целей мелко измельченную следу мы можем предложить также и следу это другой материал можем предложить стеклокрошку то есть тут видите это также применяется в косметике в лаках для волос лака для ногтей но это специальные типы глиттеров которые полностью сертифицированы и подтверждены абсолютно безопасно для здоровья человека наталья николаевна вот ваша кремно-органическая краска высыхает при минус 30 градусов цельсия высыхает значит полимеризуется то есть я вот знаю такую вещь еще со школы что на каждые 10 гор на увеличение температуры на 10 градусов цельсия скорость химической реакции возрастает два раза то есть при комнатной температуре при которой обычно краска то и и хранится до банки скорость возрастет 32 раза если у вас при минус 30 с полимеризуется эта краска там я не знаю за сутки за двое суток то здесь на за несколько часов буквально прям в банке за полимеризуется что здесь не так ведь не полимеризуется ширина в банке правда при копной температуре на смале сохнут в течение двух часов так кремно-органический материал уникальный материал и при минус 30 градусов конечно время отверждения полимеризации увеличивается то наверное сутки я так думаю даже больше на больше суток 30 проходит полимеризация за счет участия кислорода воздуха а то есть если банка герметически закупали закупали на да как там правило кислород воздуха не выпадает так и не образуются кислородные мостики участвующие в образовании полимерной пленки все просто оказывается да они ведь у вас и большую температуру кремии органические краски держат у нас термостойки до 650 градусов 650 градусов то есть это можно грубо говоря печку изнутри окрасить и топить ее можно можно изнутри окрасить изнутри снаружи можно окрасить и то есть она не будет корродировать под действием дымовых газов которых может содержаться скажем сера или хлор до при сжигании мусора например выделяется ну как раз вот церта термостойкая она частично и химстойкая обладает химстойкостью а еще производят вот эту крем неорганическую краску ведь не из так сказать песочка же для нас крем не это песок co2 нет ни песок получают крем не органические смолы различные и перетираются с добавками пигментами пигментами на человеческое зрение так устроено что при смешивании нескольких основных цветов можно получить любой другой цвет или как говорят маляры коллер вот об этом сейчас поговорим алексей исландович а как получить красочную композицию любого желаемого цвета вот это такая специальная машина да и такая специальная машина предназначена для придания цвета краски выбираем цвет нажимаем две кнопочки и автомат дозирует придает цвет краски то есть у него тут много много разных разных цветов до 980 оттенков 980 оттенков а вот тут вот сразу концов то тут штук двадцать наверное 16 16 и вообще-то нам хватает чтобы сымитировать любой цвет любой 3 до 3 и вот вы сразу эту композицию и составляете любой это вот например для краски автомобиля да или нет это для бытового применения для краски стен как снаружи так и внутри квартиры помещения то есть это вот такая вот я нашу же так сказать мобильной композиции до мобильного эта машина до приезжает настройку и нужного цвет составляет где есть электричество на там будет работать есть от компьютера еще до счет компьютера компьютер да там забита система в электронном виде система входит 980 оттенков забиваете любой цвет и она выдает уже дозирует здесь в краску и все и получайте любой цвет чтобы краска хорошо легла на поверхность поверхность нужно сначала хорошенько очистить от окислов от всяких посторонних примесей химических вот об этом у нас сейчас с вами разговор будет вот такая штуковина ничем пробить нельзя это костюм дробеструйщика и пескоструйщика значит по нему бьет дробь может отскакивать который вот дроби струйка и пескоструйка альсан павлович от вы занимаетесь производством дроби стройного пескоструйного оборудования пескоструйка такой струя песка с сожжатым воздухом бьет по стене такой кирпичной старой стене делает ее молодой и красивой а дроби струйка это как до дроби стройка бьет дробио стальной стальной дробио чугунной дробио круглой или колотой зависит от заказчика а почем надо бить от его потребности а по чем бить Ebye бить по поверхности стали по поверхности стали это чтобы отбить от нее всякую при окалину да 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 То есть песко-дробеструйный бак заполнять можно или песок кварцевый, или стальной, или чугунной дробь, полотую, круглую, любую. Окись алюминия можно. А вот скажите, а вот есть такая задача, если нужно очистить изнутри трубу от ржавчины? Можно очистить трубу изнутри. Вот есть устройство, спиннер-бласт называется. Так. На выходе из бака струйный шланг, соплодержатель и сопло. Вы убираете соплодержатель и сопло, ставите ногтевое соединение, вот здесь вот есть представлено. Зацепление с этим устройством. И она ползет по трубе? Это устройство загоняете внутри трубы до конца. И потом, либо с помощью полуавтомата перемещаете на выход из трубы. Подаете сжатый воздух в бак также, и дробь, уже не песок или купершлаг, а только дробь должна быть. Этой дробью чистите внутри трубы. Значит, имеются два сопла, они с центробежной скоростью вращаются и чистят. А как потом оттуда изъять эту дробь? А вы вынимаете равномерно это устройство, и получается, вы отовременно очищаете поверхность, и равномерно вытащив это устройство, вы получаете чистую профиль во всей внутренности трубы. Понятно. Трубы свиваются из ленты. Это вообще, на самом деле, здорово, чудесно. Я помню, когда-то раньше работали эти вот жестянщики, утомительное дело, а тут и готово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, что это такое? Это дымоходы, дымовые трубы. Казалось бы, очень простая вещь, правда? А на самом деле это ужасно наукоемкая продукция, потому что у настоящего дымохода есть проблема. Вот оттуда снизу вырываются дымовые газы, это называется. Они шумят, гудят, ревут. И если не предпринять специальных мер из области аэродинамики, из области акустики, то жить будет невозможно рядом с такой трубой. Представляете, что, так сказать, котельная часто бывает просто внутри квартала. И вот эта труба сделана так, чтобы шум из нее в сторону не шел. Только туда, в небо, вот в самый, в зенит. Ну, сколько туда дойдет шума, в зенит. Вот так вот. Большая наука, между прочим. Имейте это в виду. Ну, вот и все. Время наше кончилось. Пора прощаться. Жалко. Скучаю без вас всегда. Но делать нечего. Время кончилось. Пока. Всех благ.